Зима В Германии колеблется от 10 сантиметров Тюрингии до 25 в районе горы Фихтельберг в Саксонии на границе с Чехией. Побелела главная вершина Гарца – Брокена. По данным метеорологов, снегопад может вскоре смениться дождем. В некоторых населенных пунктах из-за большого количества осадков произошли наводнения. Тем временем на дорогах из-за непогоды резко возросло количество аварий. В разных частях Баварии за выходные их произошло около 50. В большинстве случаев причиной стало превышение скорости на скользких автобанах. Вместе со снегопадами обрушился ураганный ветер. Почти сотню раз спасатели выезжали, чтобы освободить улицы от поваленных деревьев. Порывы ветра перевернули несколько машин на автостоянке в коммуне Денкендорф. Сначала опрокинулись два грузовика. Пострадали 27-летняя женщина и 33-летний мужчина, которые были внутри. Затем перевернулись еще три автомобиля. Отлетевшие от них части повредили много других машин. Кроме того, ветром вырвало несколько дрожных знаков, которые заблокировали проезжую часть стоянки. Мы прибыли на площадку для стоянки и отдыха в Денкендорфе из-за нескольких опрокинутых грузовиков и нескольких пострадавших. Нас было 11 человек на трех пожарных машинах. Мы расчистили место происшествия и осмотрели другие автомобили. К счастью, серьезных повреждений и утечки опасных веществ не было. Материальный ущерб составил 80 тысяч евро. Полиция призывает граждан соблюдать осторожность в условиях непогоды и гололедицы. Германия и еще 22 страны ЕС заложили фундамент Европейского оборонного союза. В понедельник министры иностранных дел и обороны подписали уведомление о расширении постоянного структурного сотрудничества в военной сфере. Пакт ПЭСКО одобрили 23 государства Евросоюза. Все, кроме Дании, Ирландии, Мальты, Португалии и Великобритании, которая намерена покинуть Союз в марте 2019-го. Эти пять стран могут присоединиться к соглашению позже. Документ передан на утверждение в Евросовет. Я получаю это уведомление с большим удовлетворением, но в то же время с большим чувством ответственности. Это начало нашей общей большой работы. Уведомление содержит принципы, лежащие в основе сотрудничества, а также список из 20 обязательств, которые берут на себя участники. Среди них регулярное увеличение оборонного бюджета для достижения оговоренных целей, а также участие в совместных оборонительных проектах. Одна из главных задач проекта – сократить количество систем оружия и предотвратить дублирование, чтобы сэкономить деньги и улучшить совместные операции. Официальное начало сотрудничества запланировано на 11 декабря. Мощное землетрясение на границе Ирака и Ирана. Более 400 человек в обеих странах погибли, 7 тысяч ранены. Еще большее количество жителей остались без крова. Отголоски подземных толчков магнитудой 7,3 ощущались в столицах Тегерании и Багдаде, а также в Пакистане, Ливане и Турции. Ведущих новостей на местном телевидении удар стихии застал в прямом эфире. На кадрах видно, как сотрясается помещение студии. Землетрясение произошло поздно вечером. Толчки вызвали панику среди населения. Жители выбежали из своих домов на улице. Те, кто не успел, оказались под завалами. Больше всего пострадала провинция Керманшах. Сперва мы не поняли, что это землетрясение. Два или три раза наш дом вздрогнул, и все попадало на пол. Потом выключился свет. На улице холодно, но люди боятся возвращаться домой. Это был ужасный момент. Я удивляюсь, как мне вообще удалось выбежать на улицу с третьего этажа. После основного удара зафиксировано более 200 авторшоков, которые, по прогнозам, будут продолжаться. Сейсмологи говорят, что это землетрясение стало сильнейшим в районе за последние полвека. В Замбии слон убил двух туристов из Европы. Это произошло во время сафари в парке дикой природы в городке Ливингстон. 57-летняя гражданка Бельгии и 64-летний голландец приблизились к слону, чтобы сделать фотографию. В этот момент великан набросился на них и затоптал. Тела погибших с многочисленными травмами обнаружили сотрудники полиции. Власти Замбии в очередной раз напоминают об опасности, которую представляют дикие слоны. Во французской Тулузи арестовали мужчину, который въехал в группу студентов у лицея Сент-Экзюпери. Ему уже предъявили обвинение. В результате наезда в прошлую пятницу травмы получили трое студенток из Китая. Одна из них в тяжелом состоянии. Полиция не считает произошедшее терактом и расследует его как уголовное преступление. Прокурор заявил, что обвиняемый полностью признал свою вину и преднамеренность действий. По данным следователей, мужчина сбил людей намеренно. Он планировал это несколько недель. Последние месяцы он находился под наблюдением врачей в местной больнице. Ему поставили диагноз «шизофрения». В картотеке террористов не значился, но регулярно задерживался за мелкие правонарушения, связанные с разбоем и незаконным оборотом наркотиков. За это не раз отбывал наказание, в частности, в психиатрическом отделении тюрьмы. Во Франции почтили память жертв терактов 13 ноября 2015 года в Париже. Тогда исламские экстремисты совершили серию нападений. На стадионе, в нескольких барах и в концертном зале. Жертвами тех атак стали 130 человек, еще более 350 получили ранения. Первым погиб водитель Мануэль Диас, когда смертник подорвал себя у стадиона «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени. Еще 13 человек были убиты у ресторана «Ле Пити Камбодж» и бара «Ле Кориньон». 21 в баре «Ля Бон Бьера», а также в кафе «Камп Туар Вольтер» и «Ля Бел Экип». Два года прошли в воспоминаниях. Я помню, что 13 ноября была пятница, было очень тепло. Я помню Париж и Сен-Дени. Американская рок-группа «Eagles of Death Metal» выступала в концертном зале «Батаклан», когда туда ворвались трое боевиков, вооруженных автоматами и обвешенных взрывчаткой. Солист Джефф Хьюз в честь грустной годовщины признался в любви к Франции и французам. Мое сердце здесь. Французский народ дал нам возможность вернуться к жизни. Спасибо вам. Нападение на «Батаклан» стало самым кровопролитным эпизодом трагической пятницы 13 ноября. Там экстремисты лишили жизни 90 человек и ранили еще более 200. Полиция Любика распутывает дело о таинственном исчезновении женщины. 39-летняя Ивона Рунга из города Бадольдесла пропала без вести три недели назад. Следователи предполагают, что ее убили. Подозрения пали на бывшего бойфренда женщины. Его задержали, однако из-за нехватки доказательств накануне отпустили. Теперь полиция надеется, что свет на это дело могут пролить случайные свидетели. Если кто-то видел Ивона Рунга в ночь с 25 на 26 октября в районе города Бадольдесла или близлежащих коммунах, правоохранители просят сообщить в полицию. Также просят отозваться тех, кто в этот же промежуток времени в этом же районе заметил синий кабриолет «Опель Астра» или белый «Киа Соренто». Вандалы разгромили городское кладбище в Ганновере. Неизвестные сквернили 75 могил на погосте в районе Риклинген. Утром людям, пришедшим отдать дань памяти, умершим близким открылась ужасная картина. Вырванные цветы, разбитые фонари и разгромленные надгробные плиты. Скульптуре скорбящего ангела-хулигана отбили голову. Местные жители шокированы. За содеянное преступником грозит уголовное наказание, пока они в розыске. Свидетелей пострадавших от вандаризма просят обращаться в полицию по номеру, который вы видите на экране. Пособия в Германии можно будет получать через кассы супермаркетов. В Федеральной службе занятости объяснили, что речь идет о социальных выплатах, в частности по безработице. Такую процедуру предусмотрели в первую очередь для тех, у кого нет личного счета и кому срочно понадобятся наличные. Новацию начнут внедрять во втором квартале следующего года. Договор о сотрудничестве уже заключен с такими сетями магазинов, как Rev, Penny, Real, DM и Rossman. Чтобы получить деньги, безработным необходимо будет предъявить бланк со штрих-кодом, который они смогут получить в учреждениях по трудоустройству. Кассир отсканирует такой бланк и выдаст заявленную сумму. До сих пор получатели помощи могли воспользоваться лишь кассовыми автоматами в центрах занятости. Крупнейшая в мире выставка сельскохозяйственной техники открылась в Ганновере. В ней принимают участие 2800 производителей из 53 стран. Экспозиция настолько же громадна, как и сельскохозяйственные машины-монстры, которые там представлены. Изюминка мероприятия – хлопкоуборочная машина от компании «Джон Дире». Она высотой 5 метров, 10 метров в длину, весом 30 тонн, а мощностью 590 лошадиных сил. Стоит такая 770 тысяч евро. За первые дни выставку посетили около полумиллиона гостей. Из-за этого гостиницы Ганновера переполнены, а дороги перегружены. Жителям города рекомендуют планировать больше времени для своих поездок. В Италии начался сезон сбора белых трюфелей. Сотни охотников за деликатесом устремились в леса за ценным даром природы. С собой берут верных помощников. Дело в том, что когда грибы созревают, то на короткое время начинают распространять аромат. Его могут распознать только специально обученные собаки. Для итальянцев это не только заработок, но и способ поддерживать древние традиции и чаще бывать на природе. Это больше, чем деньги. Я бы сказал, страсть. Тем более, что, к сожалению, в последние несколько лет сложно оплачивать даже расходы на собак, услуги ветеринара и так далее. Слишком сухие сезоны, так что зарабатывать не получается. Но в обычные годы занятия прибыльные. Белые трюфели растут прямо на земле, на глубине около 15 сантиметров, в нескольких регионах Италии. Столицей этого деликатеса считается Альба, город на северо-западе страны. Урожай собирают с середины осени до конца зимы. Белые трюфели, в отличие от черных, встречаются только в естественных условиях – в лесах. На плантациях их не выращивают. За последние 25 лет урожай белого трюфеля сократился примерно на 30%. В некоторых районах грибы исчезли вовсе. Причины – изменение климата, засуха, штормы и увеличение площадей виноградников. В этот засушливый год цена на деликатес высока, как никогда. Тем не менее, на международный фестиваль белого трюфеля, как и обычно, съехались около 100 тысяч человек со всего мира. В сравнении с швейцарскими, местные расценки ниже, но все равно это не дешево, совсем не дешево. Самый большой трюфель этого года весом 850 граммов приобрел покупатель из Гонконга за 75 тысяч евро.